Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с Батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Здравствуйте, Христос Воскресе! Сегодня у нас в гостях настоятель Елоховского Богоявленского кафедрального собора Протеерея Александра Агейкина. Здравствуйте, Батюшка! Христос Воскресе! Воистину Воскресе, Христос! Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы будем отвечать на разные вопросы, которые прислали вы нам ранее. Также мы ждем вопросы, интересующие вас по телефону 8-495-781-49-54. Отец Александр, спасибо вам, что вы сегодня с нами. И знаю, что у вас очень интересно прошел праздник Пасхи в Вилловском соборе. Такой даже эпизод, который я увидел в сети Инстаграм. Это Евангелие читали наши, так сказать, звезды, эстрады. Это Баста читал Евангелие на украинском языке. И певец Руслан Алихно на белорусском. Расскажите, как же вам удалось получить таких часов в пасхальную ночь? Да особых трудов никаких не было, потому что это наши прихожане. Это люди, которые постоянно, очень часто, регулярно бывают в храме, молятся, причащаются святых христовых тайн. Это наши прихожане, с которыми мы много лет уже тесно общаемся, делаем какие-то такие еще небогослужебные проекты. Поэтому общение, оно очень близкое, и мы понимаем друг друга. Поэтому каждый из них не просто я просил читать, да, они сами хотели это сделать. И желание делать что-то большее, и какое-то время отдавать именно служению в церкви. Поэтому у нас в этом году читали на 11 языках. Богослужение возглавлял первый векарь, святейшего патриарха, митрополит Истринский Арсений. Тоже он очень ревностно служит, очень красиво и благоговейно. И в основном на современных и живых языках читали носители языков. Носители языков, и в том числе на итальянском языке читал итальянец, принявший православие, который тоже довольно большую должность в Италии занимает. Он действующий офицер, гвардия дефинансов. Принял православие в нашем соборе и совершенно искренне, по своему глубокому уже убеждению, привез в этом году своих родителей на пасхальное богослужение, которые отмечали 50-летие совместной жизни. Для них это было особое чувство. Они еще не православные? Родителей нет, а сын уже православный. Он читал на итальянском языке, на украинском читал. Василий, которого молодежь знает больше по его сценическому псевдониму Баста. На белорусском читал Руслана Лехно, белорусский и российский эстрадный певец, музыкант. Поэтому все было не постановочно, а по-настоящему, искренне. Да, и читали, как действительно люди, которые, я отметил, прежде всего, как читал Василий, Баста, ну, как обычно, наверное, не знаю, семинарист, но хотя бы, ну, который имеет практику, по крайней мере, чтения в церкви, по интонации, по подаче, понимание того, что нужно вот в этом огромном соборе донести то, что находится в центральной части храма, ну, то есть действительно очень показательный момент. Ну, а еще из этого видно, что люди читают Евангелие дома, потому что текст им был знаком. Вот это не просто отрепетированные фразы. Вот я могу сказать, что Василий буквально за несколько часов узнал о том, что есть такая возможность прочитать Евангелие на украинском языке. Поэтому это было совершенно искренне, по-настоящему, непостановочно. Пусть это будет примером для всех нас, и в том числе, ну, наверное, наших телезрителей, которые, может быть, являются поклонниками творчества этих замечательных артистов. А Вы говорите, что еще есть проекты вне храма. Расскажите о них, какие, может, реализуются. Ну, у нас уже два года существует хоровая школа для мальчиков. И мальчиков мы не только приобщаем к церковному хоровому пению, а вообще к общей музыкальной культуре. И так как они, ну, и мальчики есть мальчики, да, и для них, как бы, ощущение того, что он растет и взрослеет настоящим мужчиной, и не просто так, ну, как бы, это не зазорно быть в храме и ходить в церковную школу и петь на церковном клиросе. И мы их стараемся тоже знакомить вот с нашими прихожанами известными, и с Русланом Лихно, и с Василием, чтобы они понимали, что эта церковь, она большая, и ходить в храмы, быть верующим человеком не стыдно и не зазорно. Это правильно, это традиция такая глубокая, настоящая, что вера человеку помогает, что это не просто прихоть родителей. Мальчиков все время нужно, как бы, к этому стимулировать, мотивировать. Иначе, как я в свое детство вспоминаю, когда мне говорили, ты должен ходить в музыкальную школу, а я проходил мимо футбольного стадиона, и мне хотелось не играть на пианино, а погонять мяч. И наши мальчишки, они тоже и гоняют мяч, и путешествуют, и играют, как настоящие мальчишки. А это, получается, это самые маленькие мальчики, сколько им лет примерно? Самым маленьким, маленьким 6 лет, от 6 лет мы набираем школу. И воскресная школа у нас очень большая, она начала расти, умножаться. У нас младшая группа субботняя, которые дошколят, а их уже очень много. И есть искренние стремления. Мы уже даже немножко себя ограничиваем, потому что наше помещение нам не позволяет принимать. Но мы искренне хотим, чтобы к нам приходили все желающие, и обстановка в школе должна быть такая особая, такая семейная, не просто административная. Ну, например, да, то есть воскресная школа учить не только закону Божию, да, вот я просто немножко знаком с творчеством ваших малышей, мальчиков. Вы прибегаете к помощи каких-то других вот светских преподавателей, которые приглашают, какие-то профессионалы, чтобы с ними занимались? Да, у нас, например, старшие учащиеся группы воскресной школы, они уже несколько лет подряд, у них как в течение года, они снимают собственное кино. С ними занимается профессиональный сценарист, режиссер, они пишут сценарии, и вот в итоговом выпускном каком-то концерте, да, итоговый годовой концерт, вот в этом году, в воскресенье 22-го числа мы смотрели вот еще один фильм, который сняли сами наши мальчики, девочки, да. Это уже третий фильм, который они снимают самостоятельно. Ну, конечно, они ездят в паломнические поездки, которые у нас связаны еще и с некоторыми такими путешествиями, такими спортивными, может быть, у нас отец Константин приобщают их к байдарочному спорту. Ну, конечно, это нужно всегда под присмотром взрослых, профессионалов. Ну, как-то вот мы, у них есть студия иконописная, есть преподавание основ рисунка, церковно-славянский язык, конечно, хоровое пение, в общем, разносторонние занятия. Но мы не хотим выходить на уровень настоящей воскресной школы. У нас просто группы выходного дня, когда более естественно себя дети могут вести, и они не так загружены программно. Конечно, может быть, кому-то хотелось бы, чтобы при кафедральном соборе была такая системная, настоящая школа с учебным планом. Он у нас есть, но именно для группы воскресного дня, как люди... Основа это богослужение. Дети приходят всегда на литургию, они уже поют за литургией. У нас два хора, один хор мальчиков, другой смешанный хор воскресной школы. И они себя чувствуют совершенно уверенно на богослужении. А уже после богослужения занятия. И это довольно серьезная нагрузка. Да, действительно. Я помню, как я сам ходил в воскресную школу. Но в ту школу, в которую я ходил, была действительно таким системным учебным образованием, которое занимало у меня практически все воскресенье. То есть единственный выходной день для меня это была воскресная школа. И я сдавал те предметы, которые потом, наверное, к счастью перекликались с программой первого курса семинария отчасти. Ну, не знаю, мне, вот я скажу честно, что в тот период моего времени мне не нравилось ходить. Вот это был очень... Ну и возраст был такой достаточно сложный, переходный, да, как его называют. Но в то же самое время, да, вот, наверное, очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя свободно в этой... в аудиториях и вместе вообще, наверное, с преподавателем. Батюшка, вот есть вопрос от телезрителя. Наличие и отсутствие веры зависит от самого человека или от Бога? Ну, в большей степени, конечно, от человека. Потому что все-таки вера – это, наверное, как можно сказать, такой ответ человека на призыв Божий. Когда ты должен услышать. Мы чаще всего делаем вид, что мы не замечаем, что мы не слышим, что нас нужно убедить, что нам нужно привести более понятные какие-то такие тяжелые доводы. Но тогда наша вера ничего не стоит. Нас просто вынудили поверить, доказали. А вот вера – это как ответ свободной воли человека. Господь всегда зовет, но нужно услышать, как Он зовет, когда Он зовет, когда Он стучит в двери. А является ли порядочность христианской добродетели? Ну, сама порядочность, даже по своей терминологии. Слово порядочность – это все-таки некая системность. Это некая внутренняя уже выстроенность человеческого мира, целеполагания. Поэтому самопорядочность выстраивается из каких-то традиционных добродетелей христианских. Сама порядочность – это комплекс добродетелей. Но она не может быть как таковой просто добродетелью, потому что она складывается из многих вещей, которые мы называем добродетелем. Надежда, вера, любовь, честь, совесть. Понятно. Батюшка, вот смотрите, вот, например, часто говорят, да, что вот как спастись людям, которые никогда не слышали с этого Евангелия, никогда, ну, даже, наверное, и никогда не услышат, наверное, например, там, которые живут в каких-то племенах, либо в каких-то заброшенных местах, где, ну, просто не слышали. А вот как их будет Господь судить, как их будет спасать? Ну, мы же не можем сказать, как именно их будет Господь судить. Мы можем просто со своим смирением, как бы, как добродетели, осознать, что ничего невозможного у Бога нет. И то, что мы кичимся своим образованием, возможностью слышать Слово Божие на своем языке, оно относится именно к нам, к нашему пути. И ведь этих людей Господь либо уже призвал, и они как умеют, исповедуют Бога, да, и если Господь их поведет дальше по пути добродетелей, то они могут и нас превзойти в этих добродетелях. И, например, вспомнить житие Марии Египетской, когда преподобный Зосима услышал прямую цитату из Священного Писания, которую приводила преподобная, то он спросил ее, где она изучала Священное Писание. И она никогда этой книги не открывала, но Господь в ее уже очистившееся покаянием сердце, через ее смирение Господь звучал в ее сердце. И также у этих людей, у них есть возможность услышать голос Божий, если чистота сердца им будет это позволять. — Дорогие зрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8495-781-4954. Также вы можете видеть телефон прямого эфира внизу ваших экранов в течение всего нашего эфира. Батюшка, вот такой простой вопрос, вот не святые святые в вашей жизни. — Ну, у каждого, наверное, человека, который является, для него жизнь церкви является частью его жизни, есть такие моменты, да, когда ты сталкиваешься с простыми людьми, в которых отражается некая святость. Как пример для меня, это мои наставники, да, с которыми я впервые встретился, и который меня родил таинством крещения, отец Валериан Кречетов, который всю свою жизнь отдал служению Богу, служению церкви, служению людям. Для меня это был преснопамятный тоже один из моих духовных наставников, Игумен Иосиф Шапошников. Поэтому есть люди совершенно неизвестные, да, там, те же бабушки Склироса в переделке, на которые научили меня, учили меня чтению церковно-славянском языке. И, видя их преданность тогда, в 90-х, в начале 90-х годов церкви, когда они всю свою жизнь отдавали именно церкви, пребывая на Клиросе, там, вдвоем, втроем, составляя основу будничных хоров. И тот же алтарник престарелый, которому был уже за 80, Федор настолько преданный алтарю, что другого в его жизни не существовало. Это люди, которые тебя рождали как христианина, как вот такое яркое свидетельство евангельского слова. Даже вот говорить о Федоре, покойном алтарнике нашем, который многого не знал, может быть, даже и Евангелие не читал. Но церковь, богослужение, вот преданность Богу, она его через его сердце проходила, и твою какую-то гордыню, вот такую молодую, когда-то пришел с университетским образованием, посрамляла в его простоте и в его твердой вере. Вот это не святые святые, с которыми Господь дал мне возможность общаться, а многому у них научиться, даже в их простоте. Спасибо большое, отец Александр. У нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопросы. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Христос воскресе. Христос воистину воскресе, это вас беспокоит в Тольятти. Я попрошу вас, прежде чем вы будете задать вопрос, выключите, пожалуйста, ваш телевизор. Да, я выключила, да-да. Я хотела бы задать первый вопрос таков. Значит, говорится так, после смерти человека нет воли. Там для того, чтобы продолжать каяться, если человек не покаяться при жизни, значит, у него нет там уже воли, чтобы он покаялся потом перед Богом после смерти. Но и в то же время, в то же время мы молимся святым, ну, с передованным имейфонскому Николаю, чудотворцу. Даже проскальзывает такой вопрос, ну, вроде, просите своих родственников, родителей, чтобы они уже умерших, чтобы они молили о вас там, вот о нашем там здравии, допустим, перед Богом. Как вот здесь можно понять, все-таки есть ли воля наша человеческая после смерти, либо там ее нет? Тогда почему мы вот так обращаемся к умершим уже, ну, святым даже людям? Как же они могут там молить о нас? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот после страшного суда, как может совместиться и рай, и ад? Ведь наш Господь Иисус Христос уже положил свою жизнь на кресте для того, чтобы разрушить темные силы раз и навсегда. И после страшного суда уже как бы не должно быть этих темных сил, не должно быть ада. Как же может тоже непонятно любящий нас Господь Иисус Христос смотреть на то, что миллионы, миллиарды умерших людей мучаются в аду? Ну, какая-то сотня, там, тысяч, может быть, живет рядом с ним в раю, там восхваляет Бога. Как, ну, то есть, как может совмещаться после страшного суда, после уничтожения темных сил и рай, и ад? Спасибо большое. Это непонятно. Спасибо большое за вопросы. Благодарю за вопрос. Глубокие, богословские. Да, ну вот человеку свойственно как-то очень материалистически воспринимать духовные вещи, так антропоморфически глядеть на духовную сторону жизни, на святых, на божественное естество. Ну, потому что человек так устроен. Поэтому, в первую очередь, хотелось бы сказать, что ад и рай – это не место, это состояние души человеческой. Когда вы понимаете, что вы недостойны, и ваше устроение не позволяет вам выйти к свету и обличает вас, и эта отдаленность от Бога – самое страшное адское мучение. Поэтому ад – это не место, где находятся и жарятся грешники. Это состояние человеческой души. И воля, конечно же, есть человека, но он ничего не может поменять. Он может сосредоточиться в молитве, но от его воли уже мало что зависит. Поэтому мы, когда говорим о молитвах и обращаемся к своим ушедшим сродникам, мы все-таки имеем в виду тех сродников в праведности, которых мы в какой-то мере уверены, что Господь по любви своей принял их в близость к себе. Поэтому мы и уповаем на их молитвы, и просим их помолиться о нас грешных, чтобы и нас Господь вразумил, чтобы и нам дал понятие. Достаточно вспомнить евангельскую притчу о богатом и Лазаре, когда Господь явно говорит о двух состояниях людей, умерших. У них была воля. И этот богатый человек обращался к Аврааму, что пошли Лазаре хотя бы к моим братьям, чтобы он их вразумил. Если он воскреснет из мертвых, то они поверят и изменят свою жизнь. То есть воля того человека, умершего в этой притче, есть. Но он ничего не может изменить. Он уповает только на Авраама и на святых. И Авраам ему говорит, что ведь если они пророков не воспринимают, и Слову Божьему не верят, то даже если кто-то воскреснет из мертвых, они не поверят этому. Поэтому не нужно так материалистически воспринимать, как Господь может терпеть вот эти мучения. Да, Господу тяжело воспринимать ту искаженность человеческой души, виновником которой он не является. То есть это свободный был выбор человека, быть с Богом или противостоять Богу в своей жизни, или совершенно не замечать и не слышать слов Божиих, которые к тебе каждый день обращаются. И тогда, когда человек понимает эту катастрофу, что он не может перейти эту пропасть, просто реально не может, он недостойный, он понимает свое недостоинство, он понимает свое извращенное уже, свое естество, свое отсутствие этих светлых одежд, добродетели. Как мы можем по-человечески судить, если мы имеем возможность прийти в высшее общество на правительственный прием, но не имеем одежды необходимой, не имеем того, в чем можно быть достойно этого приема, никто же из нас не дерзнет пойти и в каком-то пляжном виде предстать на этом приеме. Это мы говорим о земном, а что мы можем говорить о небесном, о божественном, о том свете, в котором проявляются все наши недостатки. Если мы совсем недавно пели перед Пасхой великим посток, черток твой вижу, но не имею одежды, чтобы войти в него, вот оно все перед тобой. Ты понимаешь, что ты не можешь туда войти. Вот это ад, ад человеческой души. А когда ты видишь, что Господь тебя призывает, и по твоему смирению ты понимаешь, что ты этого недостоин, но ты с Богом, то это райское состояние души. Моя, как Вы считаете, вообще полезно ли рассуждать о том, что будет после страшного суда, либо каким он будет, и так далее? Ну, память о смерти, святые отцы говорят, что имея перед очами память о смерти, и никогда не согрешишь. Это очень хорошее лекарство. То есть в каких-то разумных пределах об этом можно рассуждать? Ну, это порождает смирение, потому что мы можем быть могущественными людьми, мы можем быть наделены огромными талантами, авторитетом, но это ничего нам не дает, потому что мы духом совершенно бедны, и ничего общего с духовностью, с Богом у нас нет. Это осознание порождает некое смирение, и через смирение тогда мы меняемся. Действительно, вот как научиться этому смирению? Это такой, наверное, вопрос, который, большинство, наверное, Вы часто, на этот вопрос Вы часто отвечаете, Вы часто задают, но я даже по себе знаю, и каждый, наверное, со мной согласится, что порой внешне, высказав какую-то покорность, либо пропустив мимо ушей какое-то замечание, не надерзивый ответ или еще что-то, но внутри, находясь просто, просто все горит внутри, и ты хочешь, вот внешне ты как бы привел смирение, а внутри нет. Здесь есть какое-то противоречие вообще? Ну, да, это в первую очередь говорит о том, что ты еще не бесстрастен, что в тебе еще пылают эти страсти тщеславия, гордости, самолюбия, потому что, вот я люблю перечитывать, великим постом всегда стараюсь перечитать исповедь блаженного Августина, это школа смирения, когда он рассуждает о себе с детства, и до последних лет своей жизни перед Богом, и ничего не находит достойного Бога. И вот это очень полезно. Я очень люблю эту книгу, и она является вот школой смирения, когда ты вот так же вместе со святым рассуждаешь, что у тебя ничего нет, что ты мог бы принести Богу, и что ты даже познать Бога во всей полноте не можешь, несмотря на все свои приобретенные знания, то тобой двигает элементарная вера и любовь к Богу, которая выше под обродетелем, чем весь остальной багаж, который ты приобретаешь. Ну, в общем, вся жизнь — это труд, работа над собой, на самом деле, да. И неизвестно, как легко и тяжело человеку с этим бороться. Вопросы телезрителя. Часто перед причастием смущают мысли, что недостаточно готовы к такому великому таинству, как причастие, посещать страх, что причащусь себе в осуждение. Как вы бороться с такими помыслами или действительно отказаться от причастия в данный момент? Ну, понимаете, что вообще невозможно посчитать себя достойным этой великой тайны соединения с Богом. Но в молитвах перед святым причастием, если мы внимательно читаем, мы как раз со смирением просим, Господи, я не могу без Тебя. Ты хочешь войти в храм моей души, соединиться со мной. Я смиренно готов принять Тебя. И вот со смирением, нужно с осознанием того, что ты без этого таинства не можешь, что только во Христе ты приобретаешь настоящие духовные силы, когда Господь немощная врачует, а скудивающая его исполняет к своим присутствиям. И потому что посчитать себя достойным, подойти к чаше, наверное, это самая большая дерзость. А вот со смирением подойти к чаше, с благоговением. Одного маститого архипасторя спросили, как он готовится к службе, к совершению божественной литургии, уже самое главное в его подготовке. Он говорил так, что мне необходимо перед службой как-то найти минуту для уединения, присесть и приготовиться к той великой тайне, к которой я приступаю. Вот как-то себя внутренне настроить. И никакое количество прочитанных канонов, молитв не может сравниться с той минутой, когда ты предстоишь перед Богом со смирением, с покаянием и дерзаешь и просишь, Господи, я хочу быть частью вот этого великого таинства. Даже иногда бывает в некоторых молитвословах есть слова о том, что перед молитвой необходимо сесть и собрать свои мысли в что-то единое, цельное и уже в более-менее спокойном состоянии начинать читать молитву. Я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8 495 781 49 54. Батюшка, раз мы заговорили о подготовке к службе, вот священнослужители, в частности, вы привели пример архиерея, а как вообще священники, священнослужители готовятся к литургии и к совершению богослужения? Ну, молитвенное правило совершенно идентичное с общим. Есть какие-то уже внутренние, свои личные молитвенные, келейные правила, которые у каждого священника свои. Ну, конечно, это в первую очередь привести свои мысли и чувства в какой-то покой. Потому что на бегу невозможно вбежать и встать к престолу, совершить это служение, в котором таинство совершает сам Христос, и дальше побежать. Вот внутренняя сосредоточенность, подготовленность, внимание, в первую очередь, к тем молитвам, которые священник читает, от имени тех, кто стоит за тобой. Ну и в первую очередь я всегда пытаюсь быть готовым к тому, чтобы знать, какие святые в этот день вспоминаются, особенно что-то для себя выделить. Обязательно священник должен знать текст священного писания и апостольского послания, и евангельского чтения. Заранее прочитывать. Заранее прочитывать. Заранее прочитывать. Потому что это некая внутренняя, опять же, подготовка, сосредоточенность. Но и очень тяжело собрать свои мысли, чтобы они не разлетались, чтобы ты был сосредоточен именно на том, что ты совершаешь. Вот это, наверное, самое главное, как должен подготовиться священник. Спасибо, Господи, отец Александр. Следующий вопрос от телезрителя. Почему мы крестим в младенчестве? Это часть православной традиции. Еще с апостольских времен мы понимаем, что апостол Павел и другие апостолы, как свидетельствуют деяния святых апостолов, крестили целыми домами, в которых были и дети. По-моему, Тертулиан говорил, что душа по своей природе христианка. Такие знаменитые слова его. И мы крестим детей по вере родителей и восприемников. Для того сейчас уже мы встали на путь такой серьезной подготовки к таинству, когда священники, катехизаторы встречаются с родителями, с восприемниками, чтобы дать им понять, что ведь этого младенца, которого вы приносите в храм, вы приносите не просто совершить какой-то непонятный для вас обряд, а чтобы отдать его на служение Богу. И этому служению вы его должны научить. Этой преданности, этой вере, этой традиции. Потому что, когда священник отдает младенца после его церковления на руки его матери, он вправе сказать, что этот ребенок больше не твой. Он Божий. Теподобно Аврааму, которому Бог, испытывая его преданность и веру, повелел ему принести в жертву своего единородного, единственного сына Исаака, единственного в праведном браке рожденного, потому что мы знаем в Священном Писании, что у него был еще Исмаил от рабыня, от Агари. Но единственного сына, которого в 100-летнем возрасте Бог по обетованию ему дал, он был готов принести в жертву. Это прообраз. И мы совершаем то же самое. Мы принесем эту жертву Христу. Ведь в таинстве человек, в таинстве крещения, он умирает и рождается, возрождается, воскрешается. Поэтому он умер для родителей, но родился для Бога. Он Божий. И Бог по своей любви вручает этого младенца тебе на воспитание. А как ты его будешь воспитывать? Поэтому крещение младенцев – это как раз упование на то, что родители и крестные, и восприемники, они живут в традиции, они христиане по-настоящему. Потому что, с другой стороны, отдать Божие чадо в руки язычников – это тоже прегрешение. Поэтому священники сейчас и призваны более внимательно трудиться на ниве просвещения, в разумлении людей, дать им минимальные какие-то посылы к тому, чтобы они возрастали сами духовно. Что все, что происходит с твоим ребенком, оно не происходит помимо тебя. Ты должен в этом потрудиться. И крестные должны повести этого ребенка по духовному пути, как педагоги, как песты, как путеводители. Если они сами дороги не знают, то как бы слепой ведет слепого. Ну, противоречив тому, что крестить ребенка нельзя, нужно подождать, что он сам воспримет. Опять же, я отсылаю всех к блаженному Августину, который был крещен, оглашен в детстве, но крещен уже в довольно таком солидном возрасте. Но он сам понимает и говорит в этой книге в своей исповеди о том, что если бы его раньше призвали следовать по пути Христова, то многих ошибок в своей жизни он бы не сделал. И нельзя гарантировать, что этот ребенок, которого, крещение которого мы отложим на потом, вырастет вообще с представлением о церкви, о храме, с какими-то понятиями о христианском благочестии. Ему вообще будет уже, может быть, совершенно тяжело вместить. Потому что, начиная с младенческого возраста, если все-таки родители будут стараться приобщать его к богослужению, к церкви, приведут его в воскресную школу, то каким-то образом он получает знание пути. И даже если он в какой-то мере уходит, отпадает от церкви, как блудный сын, то дорогу домой он знает. А когда человек совершенно не знает дороги, ему очень тяжело найти этот дом очень. Такой билет на поезд, а вот успеет ли человек на этот поезд, уже зависит от многих факторов. Батюшка, у нас есть еще один звонок от телезрителя. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, Батюшка. Добрый вечер, ведущий. Вопрос. Да, 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 говорите, мы слышим. Вопрос такой вот. Человек ходит в храм, ну, лет 20, может, 30 лет. Только я по силе беру. И в своем хождении, в своей вере, в своей любви к близне к Богу охладевает. Вы понимаете, по забытностью нашей жизни, за обыденностью наших таинств и прочее. Вот как бы вопрос такой. Как сохранить в себе вот оставшую искорку теплоты любви к Богу и, может быть, даже возгореть к концу жизни, чтобы попасть и подготовиться в себя к Царству Небесному и попасть в Царство Небесное. Вот в чем вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Христос воскресе. И нужно жить не просто хождением в храм, нужно иметь некое целеполагание. Должны быть ясны цели, для чего ты это делаешь. И в своей вере нужно возрастать. Конечно, когда мы просто ходим, потому что нам советуют, что нужно ходить, а чего мы ищем в храме. Какие вопросы мы задаем сами себе, какие вопросы мы задаем священнику. Идем ли мы по ступеням, поднимаемся ли мы по ступеням добродетели. Вот Святая Церковь в своем богослужении наставляет человека на этот путь. А мы очень невнимательны. Опять же, возвращаясь к Великому посту, мы вспоминаем Иоанна Лествичника. Ну, вот много ли из нас есть людей, которые также ее перечитывают, эту книгу, из года в год? Может быть, когда-то кто-то прочитал, но и успешно забыл. А там ступени добродетелей, по которым ты должен подниматься. И вот это охладение происходит как раз от какой-то, ну, такой обыденности. Когда хождение в Церковь, ну, это просто дань традиции. Это не часть твоей веры. Поэтому нужно читать Евангелие. Не просто его иметь, и оно должно стоять на полке. Как недавно прочел афоризм, да, современный. Евангелие подобно парашюту. Если его не раскроешь, он тебе бесполезен. Ну, так и есть. Поэтому нужно Евангелие читать каждый день и ходить в храм для того, чтобы молиться и работать над собой. И если ты внимательно следишь за собой, за своим сердцем, за тем, что ты воспринимаешь в богослужении, подкрепляешь это, опять же, таким живым интересом узнать ту глубину, которую ты услышал, да, сравнить ее с жизнью святых отцов, как-то жить в предании, читать жития святых, то, конечно, твоя жизнь будет гораздо интереснее. Да. Еще один вопрос есть от телезрителя. Давайте послушаем, ответим. Здравствуйте. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Часто слышишь такое высказывают, я воцерковился, или я воцерковилась. Откуда такая самоуверенность? И как определить, что воцерковился? И кто это решает, церковь это или нет? Спасибо. Наш постоянный телезритель. Да, да, уже по голосу узнаем. Но это такое понятие тоже относительное. Мы оцениваем понятие воцерковленности по мере того, как мы посещаем храм. Вот я хожу в церковь, значит, воцерковленный. Если человек редко ходит в церковь, значит, он мало воцерковленный или не воцерковленный. Вот только что был подобный вопрос. Вроде человек воцерковленный, он ходит в храм, но его вера угасает, его огонь Ну, как рутина какая-нибудь происходит. Гаснет. Поэтому воцерковленность это не от того количества посещенных богослужений, а как раз, наверное, от той меры ступеней добродетелей, которыми ты стремился пройти. Вот если ты не можешь жить без веры, без храма, без того, чтобы подвязаться в некой любви по отношению к ближнему, если ты кичишься только тем, что ты являешься христианином и входишь в храм, то мира твоего церковленности нулевая. А вот если ты понимаешь, что ты должен поделиться тем, что ты приобрел, что ты должен быть солью земли, как говорит Евангелие, как христианин, и соль земли, то вот тогда ты, наверное, в какой-то мере начинаешь только воцерковляться. Потому что сфера деятельности в храме она огромна и для всех ее хватит. Вот мы сейчас вступаем в год добровольца, в год волонтера. Мы уже вступили. Так вот будь этим добровольцем, который бы тот талант, любой талант, любую возможность, которая у тебя есть, должен дать ближнему своему, не церкви, а ближнему своему. Тому, кто рядом с тобой молится в храме. Ты должен знать этих прихожан, с кем рядом ты молишься, и жить их проблемами, и понимать, что этот человек имеет такую-то слабость, и я ему готов помочь, а этот человек может мне помочь, он меня может вразумить. Потому что мы иногда стоим в полном храме, а душевно, духовно, в одиночестве. Мы не знаем друг друга, мы боимся друг другу, мы как-то завидуем друг другу, и это очень заметно, эта разобщенность. Но мы же, каждый из нас, вместе составляет тело Христова. То есть, мы должны быть настолько близки друг другу, чтобы понимать, а чем мы можем помочь. Потому что можно быть, жить в мегаполисе, а чувствовать себя в полном одиночестве, совершенно ненужности никому. А в храме так не должно быть. Да, действительно, участие в таинствах тоже очень важный пункт этого. Дополню ваш несколько ответ, потому что порой есть примеры людей, мои друзья, которые светские люди, приходят в храм послушать какие-то красивые песнопения, еще что-то, и вроде как в церкви оно практически и не в ней. То есть, какие-то внешние признаки еще. Еще, знаете, такой момент, недавно встретил тоже в сети интернет, такое высказание, хочешь быть как жены мироносицы, сходи помой в церкви в полы. Ты же такой вот... Ну вот, уже редко, когда встретишь людей, которые приходят и говорят, батюшка, можно мы полы помоем, да, вот, к сожалению, или окна помоем в храме. Мы все готовы сами для этого сделать. Это уже становится редкостью. Но вот мы когда не живем таинствами, не участвуем в таинствах, мы просто внешние наблюдатели. Это то же самое, что купить себе форму моряка и считать себя моряком. Когда ты живешь в тысячах километров от моря и никогда не ступала твоя нога на палубу корабля, и у тебя вообще ты не понимаешь, что такое морская служба. но ты себя считаешь моряком. Это выглядишь смешно. Так же и здесь, когда ты приходишь в храм, говоришь, я верю в Бога, я люблю богослужение, мне нравится все, что здесь происходит, но ты сторонний наблюдатель, ты не участвуешь в таинствах. Значит, ты просто внешний наблюдатель, да, тебе все нравится, но ты не частью этого. Да, Бабушка, спасибо вам большое за ваши ответы, я думаю, что времени у нас не так много остается, и я попрошу вас подытожить нашу сегодняшнюю встречу, обратиться со словами к нашим телезрителям, и будем прощаться. Я очень хочу, чтобы наша вера, она была деятельной верой, искренней, что мы были частью Церкви Христовой, частью того тела Христового, мистического, которым является Церковь, и не безучастны к тому, что вокруг нас происходит, не потребителями духовного, духовного, как духовных даров, а именно служителями. И хотел пожелать и телеканалу «Союз», чтобы у вас такие зрители были деятельные, которые получают духовную пользу от тех трудов, которые здесь несут те люди, которые трудятся в разной области этого нелегкого труда, и чтобы мы были благодарными зрителями, чтобы мы участвовали в жизни телеканала, ему непросто, тем более в сегодняшних обстоятельствах, когда телеканал не преследует никаких коммерческих целей, не занимается рекламой, не привлекает каких-то огромных средств за счет рекламы и рекламодателей, но он должен жить, потому что он нужен. А мы можем все вместе создать те условия, чтобы он был, чтобы он существовал, чтобы он сеял разумное, доброе, вечное. Я хочу всем пожелать быть деятельными христианами, не номинальными, а деятельными и активными. И, конечно, Господь воздаст каждому из нас по его активности, любви и твердой вере. Спасибо, Господь, Батюшка, за эти прекрасные слова. Мы действительно очень нуждаемся сейчас в помощи и, конечно же, очень благодарим тех телезрителей, которые активно участвуют даже в таких передачах, как сегодня, дозваниваются до нас, пишут нам письма, задают вопросы и, наверное, попросим прощения у тех, на какие вопросы мы не успели ответить. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель Богоявленского Кафедрального Собора города Москвы Протерей Александр Агейкин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Христос воскресе!